Неправильный выбор. Именно под таким названием прошло мероприятие, организованное Вашингтонским фондом наследия перед стартом зимних Олимпийских игр в Пекине. Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол в своем обращении обвинил Международный Олимпийский комитет в игнорировании репрессий против уйгуров и других мусульманских меньшинств Китая. Коммунистическая партия Китая вершит одни из самых ужасающих преступлений против человечества. Они враги свободы и демократии. Олимпиада считается самым престижным спортивным событием в мире, но МОК подпортил свою репутацию, дав возможность Китаю провести зимние игры 22-го года. Более миллиона человек находятся в лагерях перевоспитания в Синдзиане, где их принуждают к труду, где им промывают мозги, где они подвергаются насильственным абортам и стерилизации. Меня глубоко тревожит то, что Олимпиада будет проходить на фоне действующих концлагерей. По мнению экспертов, решение о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине, который США объявили в декабре, было принято слишком поздно, и этой меры недостаточно для борьбы с нарушениями прав человека в Китае. Не менее важно также информировать общественность, включая всех зрителей Олимпиады, о репрессиях со стороны китайских властей. Ни один соревновательный день Олимпиады не должен проходить без освещения того, как в Китае нарушаются права человека. Если вы журналист или обычный пользователь социальных сетей, который пишет посты и сообщения на тему игр, или если вы представитель бизнеса, особенно одного из спонсоров Олимпиады, среди которых есть много американских компаний, дважды подумайте, стоит ли вам размещать рекламу на этой Олимпиаде. Экономический бойкот – ещё одна мера, которая может подействовать на правительство Китая, уверены эксперты. Нужно предпринять грамотные политические и стратегические меры. Иначе тоталитарный режим Китая продолжит распространяться по миру. Если хотя бы одна крупная корпорация сможет сделать шаг и сказать, что она не пойдёт на поводу ради извлечения финансовой выгоды, то я уверен, многие другие корпорации последуют их примеру. В обсуждении принял участие баскетболист Эннес Кантер Фридом, выступающий за клуб NBA Boston Celtics. Кантер – уроженец Турции, которому запрещен въезд в страну за его правозащитную деятельность, получил в ноябре гражданство США. Ранее он неоднократно говорил о нарушении прав человека в Китае. По мнению спортсмена, к бойкоту американских дипломатов и чиновников следовало бы присоединиться и самим спортсменам. «Никакие золотые медали никогда не будут важнее ваших моральных принципов и ценностей. Мне кажется, что все спортсмены должны заявить, что не будут участвовать в играх на территории страны, в которой осуществляется геноцид. Спортсмены обладают большим влиянием, они должны им воспользоваться. Многие знаменитости, особенно те, которые заключают рекламные контракты с различными брендами, боятся говорить о Китае. Но я не могу молчать, пока моих мусульманских братьев и сестер подвергают пыткам в концлагерях». Наряду с США дипломатический бойкот игр в Пекине объявили ранее Австралия, Великобритания, Канады, Дания и Литва. Карина Бафраджан, Александр Берген. Настоящее время Америка. Вашингтон.